Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 12 августа, День Силы, назван честь апостола Силы. Святой апостол Сила был избран старшим апостолом на служение делу проповеди Слова Господня. Сначала он трудился вместе со святым верховным апостолом Павлом, а потом и один без него. Так в Филиппах они изгнали пытливого духа из служанки, которая через прорицание доставляла большой доход своим господам. Господа, лишившись дохода, схватили Павла и Силу и стали объединять их в том, что они возмущают жителей города. Сегодня проводились различные обряды, которые придавали человеку силы. Поговаривали, что в силен день любой мужичок богатырем становится. Сегодня много работали, чтобы в остальные дни быть могучим, здоровым и активным. В этот день была распространена традиция срывать листы лопуха с трех разных кустов и прикладывать их к ногам, где были болевые ощущения, для их устранения. В народе было такое поверье, если сегодня ведьма выпьет молока, то она умрет. При этом они пьют так много молока, что задаивают корову до смерти. А после этого ведьма уже никогда не воскреснет. Приметы. Если день дождливый и ветреный, будут затяжные дожди. Прохладная и пасмурная погода будет суха в течение нескольких дней. Для того, чтобы была эта каша именно целебная, лучше использовать воду. Если вы хотите вкус, чтобы у вас был какой-то, ну, можете на молоке сводить. Но тогда целебные свойства потеряются. Они будут не такими ярко выраженными, как на воде. Нет, желательно, конечно, чтобы это было целебно. Значит, только на воде. Да, и на воде. И воду лучше всего настоять на кремнии. Кремнии, оказывается, он не только там особую структуру дает в воде, но он еще насыщает ее, знаете, такими веществами, которые нужны таким же кремнием хотя бы насыщать. Которые делают наши сосудики эластичными. Мы уже говорили, чтобы не было инфарктов, инсультов. Почему мы эту кашку едим? Да потому что в ней содержатся такие вещества, помимо того, что мы говорили о цвете, которые наши сосуды делают мягенькими, эластичными, как в юности. А под старость, что под старость происходит с организма, ну-ка скажите? Увидает. Увидает, то есть он теряет воду и теплоту, он высыхает. А раз он высыхает, то, значит, надо противостоять этим процессам, чем? Значит, топленым маслом, значит, вот структурированной водой, которая есть, и кашкой. Кашка-то это вызывает образование еще теплоты. И мы будем лучше себя чувствовать. Очень хорошо. Значит, это вот, больше такого рецепта дома даже не будет на молоке. Только на воде. Ну да, только на воде желательно делось. И с добавлением топленого маслица. И, кстати, Надежда Ивановна, в лечебном отношении оранжевый цвет очень эффективен при заболевании к селезенке, улучшает переваривание пищи и ее распределение по всему организму. И весьма высокий процент, который лечится с помощью вот такого вот рыжего цвета, это, значит, такие легочные заболевания, как там воспаление легких, там воспаление трахи, там бронхи, глотки, пищеводы. Все это хорошо подается лечению и особенно бронхиальная астма. И, кстати, вот я смотрю у вас, у вас тоже такой солнечный цвет, то есть волосики такие. У вас какой собственный цвет волос был? Русый. Русый, да? А вы что-нибудь заметили, вот когда вы покрасили волосы в такой цвет, что-нибудь изменилось в вашей жизни? Да. Что изменилось? Тепло становится. Тепло становится для того, чтобы, видите, как цветом можно воздействовать. Можно кофточку одеть, а можно волосы вот в такой цвет. Очень интересно. И получается, что этот цвет начинает влиять на нашу судьбу, начинает влиять на нашу жизнь. И у нас она расцветает совсем по-другому. Была какая-то там блюкла, каких-то знакомств они тебе были. А это как солнышко. Да. И люди совсем другие притягиваются, совсем иное идет настроение. Мягкость идет в общении. Вот, мягкость в общении уже чувствуется намного лучше. Очень интересно. А сердце укрепилось от рыжего вкуса, вернее, от рыжего цвета она тоже хорошо укрепляется. Как у вас раньше были какие-то проблемы? Там только льня, не кольня, там или еще что-нибудь. Бывает. Бывает. Поэтому очень хорошо этот цвет использовать в лечении сердца. Да, он помогает еще при заболеваниях, эпилепсии, что очень важно. Он проникает, что замечено. Значит, вот есть цвет, который, вернее, цвет, он не глубоко в ткани там проникает. А вот зато оранжевый цвет, он зато глубоко проникает в организм. И как раз вызывает все такие процессы. Нервная ткань, как я говорил, мышечная ткань ее восстанавливает. А когда мы эту кашку введем, все это идет у нас изнутри. И мы начинаем совсем по-другому чувствовать, расцветать. А кишечник как работает? А раз работает отлично кишечник, то весь организм здоровый. Правильно. На этой ноте мы и закончим нашу передачу. Одиннадцатые лунные сутки. Они носят такое название день Икадаши. Первый день Икадаши. В лунном цикле бывают разные по энергетике сутки. И эти наиболее мощные из всех. В организме человека они активизируют первоначальную жизненную силу. Йоли ее называют кундалини. Эту энергию важно направлять на укрепление и обновление организма. Для того, чтобы ей ничего не мешало работать, рекомендуется полностью удержаться от принятия пищи. Если вы сегодня затеяли какое-то дело, то обязательно доведите его до конца. Физическая нагрузка должна быть обычной, а то и чуть меньше. Эмоционально будьте спокойны и не общайтесь с теми людьми, которые вас растражают. И еще одна важная рекомендация. Сегодня ничего не режьте ножом, даже хлеба. Двенадцатые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активизирует сознание человека чувство милосердия и сострадания. Сутки имеют свой символ сердца, который повсеместно связывают с милосердием и состраданием. Считается, что если в этот день не оказывать милосердия и сострадания, то можно самому этого лишиться. Сегодня противопоказано проявлять злобу и ненависть. Не следует отчаиваться и плакать. Наоборот, молитесь, просите, меняйтесь, становитесь иной личностью. Сегодня не следует перенапрягаться. Наоборот, ограничьтесь с пешеходными прогулками, с любимым человеком. Питание сегодня жидкое, свежевыжатые соки, отвары трав, фруктовые компоты. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо-Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok